Если честно, я не кривлю душой, из всех должностей, которые есть в учреждении, мне кажется, должность начальника отряда, она самая интересная. Ольга Кузнецова работает в уголовной исполнительной системе почти 20 лет. 11 из них в 7-й женской колонии. Каждый день в 7 утра она приходит сюда, в тюремную жилзону, на самую интересную, по собственным признаниям, работу начальника отряда. Здравствуйте. Гневальный отряд «Осужденный Геваргейс». В отряде 67 человек, 47 человек на работе, 20 человек дома. Ольга Николаевна выслушивает отчет о происшествиях в отряде, о событиях, которые произошли в период ее отсутствия. Тщательно проверяет, как убраны помещения, все должно быть по нормативам, спрашивает, все ли здоровы и вышли ли на работу. На плечах Ольги Николаевны ответственность за 67 осужденных разных возрастов и характеров. После педучилища института Ольга – профессиональный педагог, пошла работать учителем начальных классов. Со своей нынешней работой женщина видит множество параллелей. Также приходится заполнять журнал, следить за поведением и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. У нас есть задача, чтобы осужденные от Бовсрока выходили на свободу личностями, людьми, чтобы у них не было злоба на весь этот мир, чтобы у них не было первого желания совершить еще какое-то зло. К начальнику отряда каждый день выстраивается очередь на личный прием. В своем кабинете женщина разговаривает с осужденными, выслушивает их проблемы и старается помочь. Обращаются и с просьбой, и за советом. Кому-то нужно разрешить сложность, кому-то просто выговорится. Ольга Николаевна рассказывает, в этом, пожалуй, главный минус работы. Проблемы осужденных иногда становятся почти родными. У меня в отряде есть женщина, у которой она приехала сюда отбывать наказание, и летом у нее ребенок, находясь на даче с бабушкой, попал в аварию. Такие вещи иногда очень тяжело смотреть и знать, что она, находясь здесь, она беспомощна помочь ему. Весь день Ольга Николаевна то на производстве, ее подчиненные работают в швейном цехе, раскраивают форму для сотрудников полиции, то в жилзоне. За всеми нужен присмотр. Своего начальника отряда женщины-осужденные уважают и слушают беспрекословно. Несмотря на то, что мы заключенные, мы все люди, и она к нам относится именно как к людям. То есть мы от нее видим только хорошее отношение. У нас у всех возникают разные вопросы, и она по мере своей возможности старается нам помочь всегда. У начальника отряда должен быть характер, рассказывает Ольга Кузнецова. Если спецконтингент почувствует слабость, заслужить авторитет не получится. А здесь, в колонии, очень важно вызывать уважение. Нужно знать, что обещание – это, в принципе, начало поступка. Если что-то осужденное расценивает как обещание, мы вообще стараемся не давать никаких обещаний. Если мы беремся за решение этой задачи, и осужденная знает, что мы это способны сделать, это должно быть сделано. То есть ни в коем случае начальник отряда должен отвечать за свои слова и за свои поступки. Педагогический метод Ольги Кузнецовой основан на выстраивании доверительных отношений. Крик – не метод. Здесь все люди взрослые, к ним нужно относиться с уважением, выполнять свои обещания и отвечать за каждое свое слово. Ольга Николаевна считает, что женщина в ее отряде – хорошие психологи. Их не обманешь. Ольга Николаевна профессионально выполняет свои обязанности начальника отряда. Вот за это мне она очень нравится. Документы у нас не теряются. Работать приходится с разными людьми. Одни сидят за мелкую кражу, другие – за распространение наркотиков. Третьи – за убийство. Со всеми нужно выстроить свою модель общения. Мы отталкиваемся не от статей, мы отталкиваемся в общении от личности самой осужденной. Стараемся находить им применение. Если осужденная, допустим, если у нее есть какой-то творческий потенциал, то, естественно, хочется, чтобы она его реализовала. Сейчас в клубе «Приколония» осужденные репетируют праздничный концерт к 8 марта. Курирует процесс, конечно же, начальник отряда. Здесь Ольга Николаевна – художественный руководитель. Может подсказать, как вытянуть ноту или крикнет «не верю» при постановке спектакля. Сама Ольга Кузнецова прекрасно играет на гитаре и поет. Своим примером она показывает осужденным, что стесняться таланта не нужно. Я заболела, я больна тобою, и от тебя лечиться не хочу. Я заболела, я больна тобою, и от тебя лечиться не хочу. На написание стихов и песен Ольгу вдохновляют чувства. Как творческий человек, она искренне восхищается чужими дарованиями и пророчит светлое будущее тем, кто после колонии выберет творческий, а не преступный путь. И снова на пути стена, и я ее пройти должна, и я справляюсь со стеной, пока вы все со мной, пока вы все со мной. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.